13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». В студии Светлана Занько о своё особое мнение сегодня высказывает президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области Валерий Туруло. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый день. Начнём вот с чего. Начнём с новости, которая пришла сегодня утром. Из-за установки памятника семье Николая II кировщане вышли на одиночный пикет. Цитирую я новость по нашему сайту со ссылкой на свой кировский. Они первые об этом сообщили. Три женщины встали с плакатами к зданию администрации города на театральной площади Иудсума, сообщает портал свой кировский. Организатором акции стала партия Ротфронт. Нет, там три партии и движения организаторами. Один пикет был Трудового Кирова, одиночный пикет. Один пикет был Ротфронтовский. И один был Совет рабочих и христиан-специалистов в службе. Это разные организации. Что случилось? Почему? Ну, если вы помните, Марк, в общем-то, достаточно попытался убедительно сказать о том, что необходимо в Вятке, в Кировской области или в городе Кирове установить памятник семье канонизированного Николая II. Для нас абсолютно понятно, я думаю, что и для большинства, людей, которые дружат с историей, пытаются читать. Понятно, что этот вопрос-то неоднозначный. Он очень неоднозначный. И нас крайне возмутило, что это без совета с жителями города, что в одностороннем порядке, под давлением церкви, причем очень агрессивно, напрямую был вынесен вопрос на городскую думу. На наш взгляд, это церковь, она вроде бы отделена от государства. Мы светское государство, поэтому посоветоваться, наверное, со светом-то надо. А когда вот таким вот образом выходят, нас это крайне возмутило. И в данном отношении ученые наши подготовили протест. Он был передан в городскую думу, что так дела не делаются. Ну и в конечном счете было предложено, если вы считаете необходимым памятник поставить, никто не против, ставьте в Трифоновом монастыре, коммунизируйте там все, молитесь там. Я думаю, хуже не будет для туристов. В Трифонов монастырь будут люди ходить там, смотреть. Но таким образом, наглым, циничным, я считаю, да и мы считаем, что подходить нельзя. Это неоднозначный вопрос. Если хотят возорвать ситуацию, отвлечь от общих проблем, то, наверное, правильно поступают. Я должна только сказать, что благодаря протестам, которые были поданы накануне в главе города Елене Ковалевой и сети-менеджеру Илье Шульгину, сегодня на заседании в Гордуме вопрос об установке памятника на набережной Грина сняли с повестки. Илья Шульгин настоял на общественном обсуждении вопроса. Наверное, правильно. Вы против того, чтобы этот памятник стоял на набережной? Конечно. Но не против того, чтобы он вообще был... Вы же видели, с каким плакатом стояли одиночные пикеты? Или не читали, да? Там сказано следующее, что кровавый Николай II, предавший свой народ в 1917 году, шла война. Мировая война шла. Первая мировая война шла. И в данном отношении критическая ситуация для России была. Царь не имел права вообще снимать с себя полномочия. И в этом отношении это выглядело как предательство. Даже при всех, ну, можем закрыть глаза там, хотя этого не следует делать, что там совершал Николай II. Все-таки вы проводят вообще установки или кто-то стоит на территории Трифонового монастыря? Нет. Трифонов монастырь – это их территория. И пусть они хотят, что они хотят, что они делают. Я же не буду против какой-то иконы выступать. Вы уже второй спикер, который упоминает, употребляет слово «кровавый» в нашем эфире, когда мы обсуждаем этот памятник. Марина Сазонтова, представитель КПРФ, говорила, что он кровавый. И на мой вопрос, а вот вы хотите установить памятник Сталину, восстановить его в Кирове, он не кровавый? Вы знаете, я бы параллели не проводил. Я объясню, почему. Потому что исторически смешивать фашизм и коммунизм – это неправильно. А никто не смешивает. Я сейчас спрашиваю про употребление этого слова. Установку памятника Сталину вы одобряете? Я одобряю, а я больше… И она может стоять в общественном месте в центре города, в сквере. Вот это пример тоже обсуждения. Это в дворе каком КПРФ? Не знаю, мало ли. У них нет отчужденной территории. А в церкви, к сожалению, мы отдали отчуждение территории, где они являются собственниками этой территории. Где они что хотят, то и делают. И, кстати, если уже на то пошло, в 1917 году церковь сдала своего царя, которого потом и коммунизировала. Она поддержала временное правительство. И отреклась от Николая II. Церковь в 1917 году. А памятник Сталину должен стоять в городе, вы считаете? Слушайте внимательно. В данном отношении, когда вы применяете Сталин кровавый… Это не я. Нет. Вы сейчас использовали этот термин, да? То в данном отношении… Я просто спрашиваю, Сталин не кровавый? Я думаю, что нет. Он единоличные решения не принимал. Царь принимал. Подписанные списки расстрельные – это не единоличные решения Сталину? Не единоличные решения. Потому что такая система была. Так можно сказать и про Николая. Вообще государство отвечает. Ничего подобного. Николай II был един. У него было тоже правительство. Ну что правительство? Которое его и свергло. Никому не тоже свергли царя. Меня сейчас Сталин интересует. То есть он не кровавый и не отвечает за расстрелянных людей? Я думаю, что не кровавый и не отвечает за расстрелянных людей. Следующая тема, которую мы обсуждаем с Валерием Турула – это история с Победилова. Начнем с того, что в очередной раз заявили саратовские авиалинии, а они сказали, что отменяют все рейсы с 30 мая. Будут восстанавливать или нет – непонятно. Они то отменяют, то возобновляют продажи, потом опять отменяют. И в связи с этим известный всем активист ОНФ и член общественной палаты Константин Сичихин вообще предложил закрыть Победилова, потому что он мотивирует это тем, что Победилова – убыточный аэропорт. И вот в этой ситуации его эффективность вообще под сомнением. Ну, мне думается, что здесь две темы. Тема «Саратовские авиалинии», на которой мы делали ставки, и в результате у нас обслуживания основных рейсов шло как раз этой авиакомпании, которая держала ценовой порядок достаточно приемлемый. Она заменила Победу? Да, она держала достаточно низко. Цены у них практически в два раза ниже были, чем у всех остальных. Но в три раза выше, чем на Победе? Это мы знаем, но при этом в два раза ниже, чем у остальных фирм, которые с нами работали. Так вот, в данном случае, ну, что я вам скажу? Что по «Саратовским авиалиниям» мне кажется, сделана публичная порка. То есть проблема, она общероссийская. Подготовки специалистов для авиаперелётов, и лётный состав, и обслуживающий персонал. Это проблема общероссийская. То, что на сегодняшний день, и мы это предполагали ещё в своё время, когда шла приватизация авиалиний и авиаотрядов, мы предполагали, что к этому придёт. Потому что тема, она вообще-то государственная, её нельзя было отдавать в частные руки. И сегодня мы пожинаем плоды, ну, в данном случае, на примере саратовских авиалиний, сделали публичную порку, и таким образом пытаются навести порядок в целом. Это первая линия, которой мы должны совместить. Теперь я победил её. Моё абсолютное убеждение, что будущее за авиаперелётами. И не заниматься этим вопросом, это значит делать преступления с точки зрения развития территории Кировской области. Как таковой. Линии сообщения оперативного характера, комфортные линии, это будущее, за которое мы должны биться. Не просто констатировать, есть или нет, а за это надо биться. И предыдущий состав законодательного собрания, он демонстрировал подобную ситуацию, где попытки были распилить деньги, но там были привлечены государственные деньги, достаточно большие, для того, чтобы более миллиарда рублей, для того, чтобы полосу нам построить. Это были государственные, оттуда, с федерального бюджета. Ну и мы туда вложили немало средств. Вот дальше, когда мы пошли уже по плану, и я лично, я где-то уже один раз выступал здесь, лично контролировал бизнес-план по развитию победил, выходу на его экономическую эффективность. И мы видели динамика, динамика шла очень положительная, и мы уже подходили через год, мы должны были уже к 17-му году, мы должны были выйти на безубыточность. То есть шла хорошая положительная динамика, шел правильный экономический процесс, организация технологических процессов была абсолютно правильная, шло повышение уровня квалификации сотрудников, и стоялся вообще тогда вопрос о том, что, да, мы отказались от своих самолетов, но уже там где-то маячило, а может быть, нам и заняться и этим вопросом. Что случилось, мы обсудим после короткого перерыва. Мы обсуждаем сейчас вопрос о том, что делать с Победилова, отталкиваясь от предложения члена общественной палаты Константина Сичихина, который сказал, что смысл с бюджета тратить каждый год сотни миллионов рублей, когда лучше для населения области не становится, сказал это в связи с отменой авиарейсов, саратовских авиалиний, и предложил вложить эти деньги в ремонт дорог, которые область тратит на аэропорт, вот эти деньги вложить в ремонт дорог. Валерий Николаевич Туруло, который высказывает сейчас в нашем эфире свое особое мнение, предысторию развития Победилова до 2017 года, нам уже изложил, говорил, что к 2017 году шел аэропорт стремительными шагами и выходил на безубыток, исполнялся бизнес-план, что произошло, и все-таки согласны вы с предложением Константина в этой деле? Абсолютно нет. Это сдача позиции, и говорить о том, что мы как были лапотная там вятка, а не цивилизованный Киров, мы к этому и подойдем. Окей, мы это поняли. Что произошло, почему все изменилось, и что делать с этим? Должна быть политическая воля. Чья? Нашего правительства. Кировского? Конечно. Конечно, это Кировского правительства, которое позиционировать должна саму идею, что воздушные ворота Победилова, это должно быть наша изюминка, это должна быть наша гордость. А вы видите четкую позицию правительства по этому вопросу? Абсолютно не вижу. То есть нужен или не нужен аэропорт? Я больше того, когда Жданов был руководителем данного направления в Победилово, и шла положительная динамика, по непонятным причинам его просто убрали. По понятным причинам его убрали? Понятно. В то время всех убирали? Да. Просто ради того, чтобы убрать, да. Ради того, чтобы убрать. Но, извините, принцип «рубим лес, щепки летят», это, наверное, глупость неимоверная. То есть вы не видите, что правительство четко определилось, нужен аэропорт или нет? Абсолютно не вижу. И пока не будет этой определенности? Абсолютно. Что с аэропортом будет твориться? Он будет стоять на грани закрытия, банкротства. В свое время же, вы помните, как сопротивлялись? А как эта ситуация скажется все-таки на том самом инвест-климате, о котором так много говорят? О, вот мы и подошли к этому. То, что мы говорили, мы называем инвест-климат. Да, инвест-климатом, то первым пунктом стоит как раз трафик, система сообщений, система коммуникации, совершенно правильная инфраструктура. И на первом месте стоит, есть аэропорт или нет, и насколько он комфортный. Это первое место, где люди должны коммуникацию оперативную обеспечить через чего-то. А когда подобный подход, ну, приглашу я сюда миллиардера, да, а он скажет, какая мне разница, Подмосковье или где-то, где комфортно мне работать, да, я могу в оперативном режиме работать, или Киров. Чем мне Киров-то привлекательный? Зачем он мне нужен? Все, даже разговоров не будет. Следующий вопрос, который нужно нам обсудить, это ситуация вокруг полигона твердых отходов в Осенцах. Арбитражный суд Кировской области 28 мая запретил строительство полигона твердых бытовых отходов. Соответствующее заявление было подано в начале мая Кировским аэроклубом ДСААФ, и в связи с ним суд запретил. Вчера было второе судебное заседание, в котором это решение было перенесено, окончательное решение было перенесено на середину июня. Мы помним, что большинство разрешительных документов по Осенцам заканчиваются в мае. Совершенно правильно. Ситуация, как оценивается? Патовая ситуация, но, на мой взгляд, вот этот цинизм с данным объектом, он все время нас преследует. Отсутствие вот этой гуманитарной и рациональной составляющей. Рациональная только с точки зрения чего-то бизнеса, а не с точки зрения вообще решения проблемы. Попроще как-нибудь, Валерий Николаевич. Ну, попроще. Четко, кто виноват и что делать? Объясните. Я опять считаю... Должен быть полигон в Осенцах? Больше того, я убежден, что не только в Осенцах должен быть полигон, а должна быть система в этом отношении. Но эта система должна быть завершенная, где в свое время мне тоже приходилось предлагать в Осенцах, когда народ собрался в Вахрушах, полностью забито было, я говорил, ребята, то, что у вас там в Вахрушах ваша свалка, как крыс разводит, ну, наверное, это проблема. И проблему все равно в Солбатском районе надо решать. Вопрос другой, что к вам, кроме своего мусора, везти будут из города Кирова мусор. Это проблема. А вот как на этом заработать? Да. И когда пермики пришли тогда и сказали, а мы решим эту проблему, ну, мы будем перерабатывать эти отходы, но тариф мы повысим там вам в несколько раз. Кстати, к этому сейчас и пришли, что дополнительный платеж появится за переработку мусора. Но он в любом случае по всей стране появится. Слушайте, ну, это же глупость, это аллогизм, абсолютный аллогизм. Мусор является ценнейшим сырьем, только его надо отсортировать для того, чтобы можно было зарабатывать. Это достаточно эффективный экономичный ресурс для того, чтобы создавать новые продукты. И на этом можно и нужно зарабатывать. Не повышать тарифы, а зарабатывать. И когда я пермякам сказал, а что это вы нам хотите тарифы повысить? Я говорю, вы нам ещё заплатить должны за то, что мы вам собрали мусор, и вы его отсортировали и начали перерабатывать. Эта позиция понятна. Если бы она была такая позиция, если бы она была такая позиция и решалась с сегодняшним нашим правительством, а не струсиную позу принимали, что оно само рассосётся и разрешится, то в данном отношении мы бы уже были далеко впереди. Почему-то Кострома построила мусоросортировочный завод, правда, она его в секрете держит, не пускает нас туда посмотреть, но я пытаюсь туда войти, посмотреть, что это такое. А мы этого не сделали. Почему? И вот если бы в Осенцах мы поставили линию сортировки, которая готовила в контейнеры, сваливала вот это, то вправе было население Слободского района сказать, а вы зарабатываете на этом, вы поделитесь, пожалуйста, с бюджетом, вы наши риски и наши вот эти вот ущербы, которые мы несём, вы погасите, пожалуйста. Да, а прокомментируйте, пожалуйста. Но это означает, что наше правительство обязано было не просто имитировать поиск компромисса, оно имитировало и оттягивало вот эти точки, а сесть за серьёзные переговоры, где должны были быть приняты соответствующие решения, которые удовлетворяли все заинтересованные стороны. Но ведь это уже не произошло. Они пошли по другому пути. Они подкупили активистов, которые там возмущались против этого, нейтрализовали ситуацию, в том числе Роман, в своё время обещавший, что я буду бороться и так далее, но стал депутатом, и в результате просто их слили. Вот и всё. Прокомментируйте, пожалуйста, жалобу ДОСАФ, благодаря которой арбитражный суд и принял такое решение, а потом его отсрочил. ДОСАФ всё-таки в мотивационной части писал, что полигон будет птицеобразующим таким местом, придёт к массовому скоплению птиц в районе полигона, что создат угрозу возникновения аварийных ситуаций в районе Аэродрома. Ну, это тоже тема такая достаточно серьёзная, и она, кстати, поднималась на этапе том ещё обсуждения по осенцам, и вот эти пограничные линии, потому что там существуют так называемые зоны безопасности и санитарно-эпидемические зоны, то в данном отношении, не решив вопроса о том, что существует или не существует там у нас аэродром ДОСАФ, в Киеве, нельзя было принимать решение о строительстве полигона, потому что это действительно серьёзнейшая тема и проблема. Сейчас-то что делать? Вы говорите, должен быть в осенцах, но нельзя было принимать. Вот сейчас что делать? Это уже проблема тех, кто принимал решение соответствующее. А вы подскажите? Вы говорите, должен быть полигон в осенцах, потом вы говорите, нельзя было принимать, но должен быть. Вот смотрите, я говорил о том, что должен был полигон быть, но не обязательно в осенцах. Нет, вы сказали, и в осенцах должен быть, и в осенцах. Да, ну и что? В данном отношении должны были урегулировать эту ситуацию. Вы же что, не понимаете, что до сегодняшнего дня, скажем, недооценивали возможность данной вот этой минусовой позиции, связанной с ДСАСовским аэропортом? Валерий Николаевич, ситуация такая. Ситуация такая. Быть полигону в Осинцах или нет? Определитесь. Еще раз говорю. Еще раз говорю. Не быть, потому что не решены основные вопросы, которые должны были быть решены. А. С людьми. Б. С аэропортом. Они могли найти соответствующую ситуацию. И. В. В конечном счете с нами здесь, с кировчанами. Потому что нас все время за нас водят. Вот пока эти вопросы не решены, политико-организационные вопросы... Будем сваливать в Костино. Наверное, будем сваливать в Костино. Ну, если мы такие бестолковые. То есть вы поддерживаете решение и арбитражного суда, и жалобу до САСовского? Конечно. Конечно. Все необходимо привести в истинный порядок. Я больше того, там занимались экспертизой. Я знаю, кто занимается этими вещами. Там не все однозначно. Но экспертиза экологическая приходила, говорила, что все однозначно. Потом были выданы все экспертные документы. И. Мы это знаем. И. Только до САВ дожали ситуацию до суда. Мы знаем. Мы знаем, кто чего дожимал. И каким образом. Я это тоже знаю. И я знаю те иски, которые подавались от индивидуальных лиц, потому что было очень сложно. То есть строить нельзя? В данном отношении. Пока не урегулированный вопрос, нельзя. 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 Следующий вопрос, который тоже вас заинтересует. Это совершенно ваша тема. Мы ее до перерыва начнем обсуждать. Две с половиной минуты у нас до перерыва. Это свежий доклад, который опубликовал эксперт. Вы можете на Эксперте онлайн 30-м числом, сегодняшнем, утреннем. Я прямо утром зашла и увидела этот доклад. Подъем с переворотом. Он называется «Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и открытых экономических зон». Опубликован, товарищи, сегодня специальный доклад. Резкая возросшая конкуренция заставляет индустриальные парки и открытые экономические зоны превращаться из промышленных площадок в платформы для цифрового производства, заявляет эксперт и приводит рейтинги площадок, объясняет, как эти площадки обсчитывались. В аутсайдерах рейтинга этих площадок, я вам сейчас скажу, сколько по 80 площадок было взято, находится 8 площадок. Состав группы с неожиданным не назовешь, пишет эксперт. В ней оказались парки, демонстрировавшие плохие результаты и в прошлом году. Почти все они получили низкие баллы за местоположение и показатели региона по локации и работу с резидентами. У всех, кроме Вятских полян в Кировской области, соответствующие графе нули за предоставляемые налоговые льготы. То есть по всем показателям нули, только по налоговым льготам Вятские поляны чуть-чуть выделяется из 8 самых отсталых, неразвитых и неперспективных, об этом говорит эксперт, в промпарках. Комментарий, пожалуйста. Действительно, тема моя, и она больная. Я эту тему муссировал несколько лет и контролировал ее, эту тему. И было поломано очень много копий в этом отношении. Что касается Вятских полян и в целом остальных наших промзон, промпарков, технопарков, должна была быть некая идея. Идея, которая говорит, что пром и техпарки – это есть некая инфраструктура для реализации проекта. Проекты, они должны были определить потенциальных резидентов и соответствующим образом прорывные технологии, находясь в стадии разработки, они дальше должны были входить на те площадки, которые уже подготовлены инфраструктурно, для того, чтобы снизить затраты на реализацию вот этих прорывных технологий, которые дальше можно уже, создав прототипы, можно было масштабировать и тиражировать сами технологии. Логика была простая. И требования того, чтобы у правительства появилась хотя бы экономическая модель в этом отношении, они все время в песок уходили. И последний раз в прошлом году я поднимал этот вопрос, и говорю, ребята, ну в конечном счете у вас есть экономическая модель, вы чего сводите всю деятельность на девелоперскую деятельность, это сдача в аренду случайным людям вот эти помещения, имитируя, что цены на квадратный метр ниже, чем в целом к региону. И это неправильное дело. Вы должны участвовать в самом процессе. Есть некая инновационная труба или труба инновации, от которой должны вычленяться идеи, есть приоритеты, и в рамках этого должен вот этот технологический весь процесс замыкаться. И в этом отношении никто этим не занимался и заниматься не собирается, к сожалению. То есть фикция эта? Фикция чистейшая. Чистейшая фикция. Сколько лет мы его поддерживаем? Вот смотрите, в последний раз прозвучала тема о том, что появился новый резидент, который производить будет пенопласт. Да, пенопласт. Пенопласт, там сколько там мест, 16 рабочих мест и так далее. Но это же глупость неимоверная. Потому что в данном отношении пришел к нам конкурент, который будет подавлять наших производителей пенопласта, который и так достаточно жесткая конкуренция на нашей территории. Прервем сейчас буквально на полторы минуты и еще чуть-чуть продолжим обсуждение нового рейтинга эксперта промпарков России. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько, а свое особое мнение озвучивает Валерий Николаевич Турула. Немножечко еще про промпарки. Я напоминаю, что эксперт сегодня утром опубликовал рейтинг индустриальных парков и особых экономических зон. 84 индустриальные площадки туда вошли, больше, чем в прошлом году. Из 84 площадок наш промпарк Ветских полянах вошел в группу аутсайдеров, то есть в самом низу рейтинга. И по всем показателям, тут 28 показателей, на 6 групп разбили. Услуги и менеджмент, местоположение, стоимость ресурсов, льготы, работа с резидентами и регион-локаций. У нас все нули, и только в Ветских полянах из аутсайдеров по льготам есть все-таки один балл. А всем остальным, услуги и менеджмент, местоположение, стоимость ресурсов, работа с резидентами, регион-локации у нас нали. Это прям обидно слышать. Не обидно. Это результат, который мы заслужили, и усиленно к этому результату шли. Но если регион-локации мы изменить не можем, что местоположение мы изменить не можем, Почему регион-локации, надо его позиционировать? Ну, Света, ну что вы говорите? Регион сам по себе, где мы находимся на карте России, так оценивается. Еще раз, ни одного субъекта федерации нету 9 соседей. Ну что вы говорите-то? Так эксперты оценивают. Это они оценивают, потому что мы так позиционируем. Это мы так позиционируем. А вот работа с резидентами, услуги и менеджменты, стоимость ресурсов. Я вот насчет местоположения регион-локации ничего не могу сказать. Они определены, и они плохие, судя по экспертам. А работа с резидентами, стоимость ресурсов и услуги и менеджменты, почему до сих пор в аутсайде там? Ведь можно за счет этого, наверное, как-то? Или невозможно? Вот скажите, пожалуйста, политика промышленная и политика экономическая, они должны быть совмещены при решении вопросов тех парков, промпарков? Чем отличается промышленная от экономической политики? Промышленная политика – это наполняемость и производство, чего производят. А экономика – это выгодность, это приносит она нам доход или нет. Вот как мы с Победилово говорили, там есть экономика или нет. Пока на сегодняшний день это убыточная абсолютная вещь, и поэтому тогда решается вопрос... Это выбор резидентов, приглашение резидентов. Нет, так в любом случае я вам... Нет, подождите. Мы говорим о промышленной политике, которая должна определить, что мы... Вы говорите простыми словами, что не те люди заходят в этот промпарк? Не с тем производством, что ли? Да некому туда заходить. Почему? Это должна быть промышленная политика, это заранее резиденты должны готовиться нами для того, чтобы туда входить. За счет чего они будут готовиться, у нас местоположение плохое, у нас регион локации плохой, стоимость ресурсов высокая. Вот я сейчас представил письмо Васильеву, представил письмо Васильеву, где написал, в каких направлениях существуют наработки наши собственные, для того, чтобы привлечь инвестиции, в том числе и с федеральным уровнем. Давайте в двух словах, чтобы стало понятно всем, даже таким идиотом в экономике, как я. Есть ли у нас в топе 84 индустриальных площадок? Татарстан несколько площадок, Ульяновская область и Подмосковье. Какие мы можем козыри выложить, чтобы японцы здесь построили свой завод? Вот какой козырь мы прикинули, что Татарстан идет к нам сегодня, для того, чтобы разместить оборудование по производству регенератора, то есть восстановленного каучука из резины? Почему они к нам идут? Вот скажите мне, пожалуйста. Где-то они уже пришли, что-то они у нас... Нет, мы сейчас создали консорциум, а они идут к нам. Но ничего не произошло. Что? Стоп, стоп, стоп. Ничего не продали, не остались. Я вам говорю о другом, что они на сегодняшний день готовы к нам пойти. Значит, мы привлекательны. Но не пришли еще. Мы подписали соглашение. Мы подписали, минуя наше правительство. А объемы производства какие вы планируете? Объемы – это полная переработка нашей резины, отходов резинов, да, в каучук. Они заберут каучук. Они к себе увезут? Конечно, заберут. А для меня это... А перерабатывать будут здесь? Да. Среду у нас. Ну, они-то же идут сюда. А где будет стройка? Нет. Это мы уже... Давайте мы пока... А это опасное производство? Да нет, это не опасное производство. Это абсолютно... Нет, нет, нет. Это будет абсолютно безопасно. Если они лезут переработку здесь и повезут готовым... Еще раз. Мы будем делать. Они добавили свое оборудование, которое перерабатывает крошку. Это то, что было в Вятских полянах и закрылось производство. Мы сейчас создаем производство по переработке шин. Ну, хотя бы локацию-то обозначьте, если не Вятские поляны, то где? Это будет у нас по предварительным расчетам в субботихе находиться бывшее промышленное предприятие. Чем вы их завлекли? Локации? Не локации. Сырье? Мы завлекли идеей создания комплекса, нового комплекса по переработке резинотехнических изделий. У них наработана была своя технология. Они не знали, как ее продвигать и как ее двигать. У вас должны быть либо ресурсы, либо управление, либо логистика. Ведь мы говорим об экономике, а не просто о зажигательных идеях. Еще раз. У них не было, они заинтересованы разместить свое опытное производство для того, чтобы дальше уже масштабировать и тиражировать этот проект. А, то есть это будет эксперимент такой. Опытно-промышленное производство. Но они же входят. Благодаря чему я могу понять? Ресурсы у нас или люди есть? Люди, люди. Идея и люди под эту идею. Хорошо. У нас есть люди. Конечно. Это наш ресурс. И я хотел вам, Света, как раз об этом сказать. Ни один инвестор, который за 25 лет к нам приходил, он ничего нам доброго не принес. Я не могу загнуть ни одного пальца. Вот то, что забрали у нас, это факт. Следовательно, мы в своей идеологии должны определиться, что инвестиционная привлекательность, она только может быть тогда, когда мы сами готовы что-то сделать. Вот тогда инвесторы скажут, если они там что-то могут сделать, тогда я приду. А когда мы говорим, дай мне денег, да, а ты мне их вернешь, мы говорим, не знаю. Ну, какой дурак придет? Ну, интересно. У меня был такой случай. Мне стало понятно. У меня был такой случай, когда в лесном комплексе там один предприниматель говорит, вот вы приехали банкиры, страховые компании, там производители оборудования, а мне дадите в кредит трактор. Я подумал и говорю, а где твой трактор-то предыдущий? Утонул в болоте его? Не, не дадим. Он говорит, почему? Еще один трактор утопишь. То есть, понимаете, ты мне дай, а дальше я никакой ответственности нести не буду. Вот она психология инвестиционной привлекательности. То есть, это менеджмент все-таки? Это не только менеджмент. Работа с инвесторами и менеджментом. Да. Но, если хотите, то да, но это более сложная работа. Это работа совершенно другого уровня деятельности. Я сейчас просто про третерий говорю, что, значит, если поправить менеджмент и поправить работу с резидентами, то можно как-то и выгрести. Правильно? Конечно. У нас есть люди, у нас компетенции есть такие, которых ни у кого нет. Только они не там, я так понимаю. Да, но у нас я имею в виду... Я сейчас показываю сторону правительства. Не там, что ли? Да, нет, не там, не там, не там. Они у нас есть на нашей территории. Я не знаю, вы у них спросите, почему они не там. А сами-то не справляются, что ли, получается? Они не хотят справляться. Они не хотят даже вникать в эти вещи. Ну, вот мы в конце рейтинга. Неужели это никак не сказывается на оценке деятельности правительства? Ну, вы обратили внимание, когда там последний раз упоминали нас в позитивном плане на экономическом форуме, в Санкт-Петербурге, Путин, Путин, сейчас скажу, это был 16-й год. Два года назад. Да, два с половиной года. Никита Белых там. Да, Никита Белых. Наводили порядок, да, тому, что плохо работали. Элементарный, да, элементарный порядок наводили. И пикировали, и сегодня на каком там, в 68-м месте, да? Я уж не помню. Да, в 68-м спикировали там в последнюю десятку. Ну, тут же тоже прошло... И фотографии. Вы видели, какая фотография Васильева в интернете размещена? Ну, стыд. С термического экономического. Да, ну, стыд. Вот там селфи, ну, этот, Саламатов разместил. Мне очень стыдно. Ой, ну, блогеры, и не только блогеры, вытянут всякие фотографии. Мало ли, наши с вами, которые входят по интернету, это не то. Два соглашения там подписали, да? С Санкт-Петербургом подписали и подписали Севастополь. Там больше соглашений разноплановых. С Санкт-Петербургом больше всего. Несколько соглашений по кооперации и по биотехнологическому классу. По биотехнологическому классу. Я знаю, я как раз это изучал. Это разве показатель? Вот, наконец, вы же этого ждали, чтобы... Я ждал, только оно вылилось в несколько другое. Мы сегодня даём очень серьёзные, ну, бонусы, да, о том, что мы можем делать. А я пока сомневаюсь, что мы это можем делать. Потому что с ассоциацией подписали Евразийской ассоциацией биофармпрепаратов, производство фармпрепаратов, я не точно сейчас её называю. Но я разговаривал как раз с президентом этой ассоциации, и он надежды такие очень радужные выражает. Это, на что я вам сказал, подожди, подожди, ребята, вы немножко приземлитесь, потому что не так всё радужно. Французы, да, будем с французами работать. А где там наши впереди субстанции, ещё надо... Попроще, ну-ка попроще скажите. Вы не верите в это соглашение между Санкт-Петербургом и Кировской областью в плане развития биофармпрепаратов? Нет, я думаю, что оно несёт на сегодняшний день больше иллюзорный характер, чем реальный характер. Понятно. А миллион литров молока? Свет, мы к этому вопросу ещё вернёмся. А по координации тоже иллюзорные. Мы к этому вопросу миллиону литров... В отдельной программе, договорились. Да, 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 в отдельной программе мы вернёмся, потому что я пытаюсь этим сейчас заниматься. Не могу сейчас продолжить про экономический форум. Действительно, одна большая отдельная должна быть программа, может быть и не одна, но остаётся две минуты до завершения программы. А есть совершенно ваша тема, конечно же. Комиссия Кировской гордумы одобрила изменения в правила благоустройства, и там говорится об оставшихся ларьках, нестационарных торговых объектах у домов, которые предполагается снести, оставить только ключи здоровья. Развернулось активное обсуждение под этим постом у Николая Пихтина в Фейсбуке. Кто-то говорит, что формат ларьков у дома – это перебор, курят, выходят на улицу продавщицы, выглядят они колхозно, внешний вид смущает. Мамы говорят, что им всё-таки бывает удобно с колясками подходить и что-нибудь купить. Ну, в общем, вы-то на чьей позиции стоите сейчас? Город, благоустройство, НТО, что? Вот понимаете, в этой теме-то я нахожусь… За одну минуту, Валерий Николаевич. За одну минуту. Я могу только одно сказать. Президент провозгласил о том, что надо очень серьёзно относиться к развитию малого предпринимательства, в том числе и НТО, и специально изменены соответствующие законы торговли изменения, что на определённое количество тысяч населения должен быть НТО, доступность и так далее. Следовательно, чем больше президент говорит о наведении в этом отношении порядка, тем больше нам необходимо ожидать подавления этого малого бизнеса. То есть мы сегодня научились одному только, что чем больше запутаться о бизнесе, значит, тем больше его будут уничтожать. Мы к этому и пришли. Вот и всё. Поэтому рассчитывать на то, что кто-то там хочет… Запретить заявление президента. Я завтра об этом… Нет, сегодня в два часа… Нет, завтра в два часа будет форум предпринимательский. Я, наверное… Фировский, подневный. Да, да. Я, наверное, об этом, ну, если ситуация потребует, я скажу об этом, потому что… А почему? Что президент перестал делать заявление насчёт бизнеса? Нет, президент тогда делает, а вот на местах чего у нас здесь творится? Всё на 180 градусов, наоборот. Мы вас внимательно там послушаем. Спасибо, Валерий Турул. Это его особое мнение. Вы слушали. Микрофон работала Светлана Занько. Хорошего всем дня.